Зинаида Курбатова Братья и сестры – книга необычная. Это и подборка ярких фотографий из разных уголков Архангельской области и рассказы о людях, живущих в северных деревнях. Труд Зинаиды Курбатовой и Леонида Арончикова – это и впечатление городских жителей, и одновременно взгляд профессионалов, рассказывающих о судьбах русской глубинки. Тележурналисты побывали с творческой экспедиции в Лешуконе, Мизине, Устьянском, Холмогорском районах и, конечно же, на Пенежской земле. Это дань, это приношение нашему русскому северу, это наше уважение, восхищение этим краем, этими жителями, вами. Я сама с Пенеги, у меня отец Пенежский, я на Пенеги школу заканчивала. Вот оно все родное. Туда езжу почти каждый год. Такие выразительные фотографии, очень выразительные такие. Да, очень качественные. Типа люди такие, чисто русские. И да, вот лица, вот именно вот лица деревенские такие простые, добрые. Работа над книгой «Братья и сестры» стала для тележурналиста Зинаиды Курбатовой еще одним большим публицистическим проектом на Русском Севере. Издание увидело свет при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Вы знаете, этот альбом, он на самом деле такой сигнал. Сигнал того, что мы находимся, ведь являемся детьми не айфонов, небоскребов и бетонных набережных. Мы дети деревни, которая создавала Русь, укрепляла и в трудную минуту становилась точкой опоры и точкой нового отсчета на том или ином этапе. Этот альбом как раз рассказ об этом и посыл молодым людям, которые встают на ноги, что вот где находится Русь изначально. Несколько экземпляров альбома «Братья и сестры» отправятся на родину Федора Абрамова в Веркалу, в местный музей. Кроме того, книгу получат и участники Международного форума «Арктика. Территория диалога», до которого остается чуть больше недели. Артемий Заварзин, Денис Линчевский. 7 дней в регионе. Сегодня Зинаида Курбатова в гостях в нашей студии. Доброе утро. Здравствуйте, Светлана. Я напомню нашим телезрителям телефон прямой линии 639717. Звоните, задавайте вопросы. А сейчас мой вопрос. Зинаида, я ведь не случайно до этого назвала ваш фотоальбом роскошным. Я имею в виду, что для тех людей, кого вы запечатлели в нем, о ком вы рассказали, это действительно дорогой подарок. Это ведь обычные труженики, глубинки, архангельской глубинки. Они, в принципе, не привыкли к вниманию. Естественный вопрос. Как они вас принимали, когда вы приезжали в экспедиции? Быстро ли соглашались на фотосессии? Как у вас происходил рабочий процесс? Вы знаете, что это всегда очень непростая вещь, потому что нужно с человеком подружиться, нужно к себе расположить, нужно понять, что он хочет сам услышать, что ему важно. Поэтому невозможно, так сказать, наскоком делать, прибежать, начать спрашивать тут же. Но это так же, как я уже такой журналист, ваш коллега, с опытом, так же, как и для телевидения невозможно это сразу вот так вот сделать быстро, если ты хочешь хорошее интервью получить, хорошие портреты. Люди-то, конечно, необычные все, то есть у нас так принято говорить, вот это простые труженики, но для меня они все-таки совсем непростые, невероятные люди. Это те последние настоящие крестьяне, которые еще жали серпу, которые работали в колхозах, еще на быках даже пахали. Поэтому это последнее, то, что нас связывает с нашей исторической культурой, я бы сказала вот так. — То есть идея отправиться, скажем так, по следам Федора Абрамова, это по следам его романа, это именно продолжение вот этой идеи, успеть рассказать об этих людях, которые уходят от той эпохи? — Да, конечно. Я вообще очень люблю пожилых людей, как журналист. И мне всегда хочется успеть записать, успеть записать вот эти рассказы невероятные. Когда я в Петербурге работала, то, конечно, это и Блокадников, прежде всего, да, самое главное событие, которое в нашем городе было за три века. Вот, ну а здесь у вас такие невероятные люди. Да, все началось с моей любви к Федору Абрамову. Затем мы с Леонидом снимали фильм под названием «Бабья доля» к юбилею войны, юбилею победы. Фильм этот прошел на нашем канале «Россия-24». И тогда вот мы искали, и нам помогали коллеги искать тружеников пожилого возраста. И тогда мы поняли, что надо их еще и фотографировать, и надо еще все это записывать, и надо как-то делать. Потому что телевидение, сами понимаете, это что-то такое, что сегодня-завтра помнят еще неделю, потом это проходит. Все наши телевизионные продукты, которые мы делаем, какие бы хорошие они ни были, они забываются. — Да, живут они мало. — Да, а вот это предмет, который останется и у этих людей, он останется, у их детей, внуков. Может быть, где-то в музее. Вот вчера нам говорили, что хорошо бы в библиотеках было, хорошо бы в школьных библиотеках, чтобы дети смотрели. Вот. И потом еще у меня, так сказать, несколько было таких моментов. Вы понимаете, сейчас очень много такого мутного всего наносного, да, такого всюду, да, и в средствах массовой информации, и в жизни нашей, и в литературе, и в искусстве, да. Очень хочется какую-то настоящую ноту услышать. И вот эти люди — это и есть то настоящее, то, чем мы должны гордиться. Вот мы, русские, очень мало как-то, у нас принято себя ругать, в нашей культуре даже принято. Мало собой гордимся, как-то мало понимаем, что нам есть чем гордиться, у нас мощнейшая культура, как раз север, русский север — это то, что нашу культуру сохраняет. Я не хочу сейчас цитировать, но и Дмитрия Сергеевича, да, моего дедушку Дмитрия Сергеевича Лихачева, и Ксению Петровну Гемб, и Федора Абрамова, но это все можно прочесть, где как раз говорится о том, что север сохранил нам и ремесла, и архитектуру, то, что было в других районах, в других регионах уничтожено, то, что пропало, да, и потрясающие пейзажи, и люди, которые не знали крепостного права, и татар-монгольского ига, совершенно потрясающие. Поэтому нам есть чем гордиться, и вам. Вы со стороны себя не видите, а мы-то видим, какие вы замечательные. Но тем не менее, ведь вот в вашей семье, наверное, где-то вот у вас должно на генетическом уровне остаться, скажем так, хотя бы мягкая нелюбовь к Архангельской области, ведь ваш дед Дмитрий Сергеевич Лихачев отдавал здесь срок на Соловках, и это время было для него тяжелое, и по его воспоминаниям, и по вашим рассказам. Как у вас так получилось, что не осталось вот этой вот генетической нелюбви, а наоборот? Вы знаете, что интересно? Дедушка, когда учился еще в школе, их повезли, школьников, учитель повез на север. И у него есть об этом в воспоминаниях, что на него произвело огромное впечатление. То есть если он был школьником, это значит, был какой-то 20-й год, наверное, 21-й, может быть, что-то такое. И тогда у него вот это на всю жизнь у него запечатлелось, как они путешествовали, каких людей они видели, какие высокие северные избы, какая-то была красота. Он фольклористом никогда не хотел быть, он тогда хотел быть лингвистом, но неважно, он тоже записывал рассказы бабушек, дедушек и все. Когда он попал в Соловецкий лагерь особого назначения, тут ведь, понимаете, с одной стороны, да, это был лагерь, с другой стороны, он сам пишет, что он впервые побывал, вот когда их привезли из Кимии на этом пароходе, Глеббоке, их привезли, и он впервые увидел большой монастырь северный. А для него, как тогда он уже написал два свои диплома в университете, для него это была, конечно, история, митрополит Филипп, а это, как любой монастырь, а Соловецкий особенно, это сосредоточение книжной учености, и когда их повели через Никольские ворота со стороны Святого озера в монастырь, то он снял свою студенческую фуражку и перекрестился, хотя могли быть неприятности из-за этого, но для него именно вот он в монастырь попал, хотя там были остатки монахов уже тогда, да, потом он работал там в музее, музей был как бы антирелигиозный, но это все у него описано очень хорошо, на самом деле там спасали иконы, и то, что осталось еще от монастыря, сохраняли, то, что удалось сохранить, и поэтому у него никакой ненависти не осталось, несмотря на то, что он несколько раз там мог погибнуть, и были страшные истории, которые он даже не описал в своих мемуарах, которые потом я уже узнала, от потомков людей, которые с ним сидели, например, то, что его в карты проиграли, в зэке, и каким образом он спасся, там, это отдельная ситуация, у него никакого не осталось негативного, да, потому что... — Поэтому у вас этого духа в семье не было, да, это... — Ну, у нас был в семье дух, понимаете, как во многих интеллигентных семьях, был дух того, что, ну, вот, за всеми следят, да, КГБ, там, прослушивают телефоны, вот это все было, конечно, советские чиновники, вот, в Ленинграде была такая тяжеловатая ситуация в 70-е годы, у нас же вот на дедушку и нападали, и квартиру нашу поджигали, сейчас как-то об этом уже, так сказать, стало не так... — Спасибо вам большое, спасибо, что были с нами в это утро. — Спасибо, спасибо.